Каких-то 10 лет назад инди-игры были диковинкой, о которой говорили только в узких кругах, а многие талантливые проекты вообще не доходили до широкой аудитории, но последние несколько лет показали, что независимым играм есть место в индустрии. В этом ролике мы собрали 9 отличных инди, которые должны выйти в 2020, но сразу с вами договоримся. Под инди мы подразумеваем работы небольших независимых студий, есть у них издатель или нет, на наш выбор не влияет. Начнем мы с крупного издательства Take-Two, которое приютило сиквел одной из самых известных инди-игр прошлого десятилетия – Kerbal Space Program. Ее занимаются уже другие разработчики, но, как говорят, они большие фанаты оригинала. Напомним, KSP была, да и остается, одним из лучших симуляторов освоения космоса. Да, внешне это история про смешных зеленых человечков, одержимых дальними путешествиями, но внутри это был захватывающий симулятор конструктора ракет, космических кораблей, орбитальных аппаратов, посадочных модулей, роверов и даже самолетов. Причем подавалось все это настолько легко и просто, что буквально через пару-тройку вечеров ты не только уже запускал первые ракеты к местной Луне, но и понимал, что такое взлетная масса, перигей, апогей, как работают орбиты, космическая навигация и даже орбитальный разгон. Как говорят, сиквел сохранит дух оригинала и здорово его расширит. Так нам уже обещают полеты к другим звездам и постройку колоний на других планетах. Звучит, как минимум, интересно. Следующий проект – Кэрион. Его также будет издавать большая компания Деволве Диджитал. И в нашем случае это некий гарант качества. Кэрион любопытен по многим причинам. Начнем с того, что это хоррор наоборот. В управление нам дадут не безмозглого человечка, а непонятное существо, которое убивает все, что движется. Собственно, главный герой – это клубок биомассы с бесконечным числом щупалец. Кто он такой? Пришелец или творение человеческих рук? Пока не говорят. Но известно, что монстра долго держали в лаборатории, проводили над ним какие-то эксперименты, а в один прекрасный день не закрыли клетку. Итог печальный. Биомасса под нашим контролем буквально разрывает мучителей на куски, отрывает им головы, выдирает позвонки и все это пожирает. Причем, поедая человечину, монстр увеличивается в размерах, а получая урон, наоборот, уменьшается. И на этом построено множество игровых механик. Как пример, маленький монстр умеет плеваться паутиной и обездвиживать жертв. Большой разносит в щепки деревянные двери и даже пробивает стены. Как говорят, менять формы по ходу игры придется постоянно. Еще один релиз от Деволве – это королевская битва Fall Guys Ultimate Knockout. Многим уже наверняка надоел этот жанр, но не рубите с плеча. В Fall Guys вообще нет оружия. Других игроков тут за вас убивает сама арена, так что главное – это не зевать и самому избегать опасностей. А для победы надо просто остаться последним выжившим. Впрочем, не все испытания настолько брутальные. Есть тут и гонки, и салочки, но все с участием нескольких десятков игроков. В общем, как понимаете, Fall Guys – это скорее не стандартный батл-рояль, а самый большой в мире пати-гейм. Давайте отвлечемся от Деволве. Есть и другой инди-издатель с отличной репутацией – Анапурна Интерактив. Он выпустил такие хиты, как What Remains of Edith Finch, Telling Lies и Kentucky Road Zero. Следующая игра на очереди – интерактивный триллер 12 Minutes от Луиса Антонио, художника The Witness. По жанру, это квест, где главный герой попал во временную петлю длиной всего в 12 минут. Романтический вечер с женой обернулся кошмаром. В дом вломился полицейский, обвинил жену в убийстве и устроил самосуд. Но потом время отмоталось на 12 минут назад и пошло снова. Теперь главному герою надо выяснить, в чем дело и предотвратить трагедию. Иначе придется умереть еще раз. Правда, разгадку найти непросто. По словам разработчика, на полное прохождение понадобится 6-8 часов. Следующая в нашем списке – это мультяшная игра Ubletts. Тут придется собирать забавных монстриков, как в Покемонах, заниматься фермерством, как в Harvest Moon, и выяснять отношения в формате танцевальных дуэлей. И все это в рамках симулятора жизни в небольшом городке, наподобие Animal Crossing. Впрочем, одним городом дело не ограничится. Мы будем исследовать обширный мир с разными биомами, выполнять квесты и разыскивать особо редких монстриков. Есть и крафт, и рыбалка, но выуживать надо не живых существ, а припасы. В общем, детям игра наверняка понравится. Но и среди взрослых у нее уже хватает поклонников. Более тысячи человек поддерживают разработку на Patreon. А вот Spiritfarer, несмотря на сказочный арт-дизайн, ориентируется на взрослых. Сами разработчики описывают ее как уютную игру о смерти. В ней надо построить лодку для перевозки душ по загробному миру, и, как это ни странно, выполнять просьбы тех самых душ. Но это не единственное занятие в Spiritfarer. Еще тут можно будет исследовать водные просторы, проходить платформенные уровни, собирать ресурсы, выращивать еду и крафтить предметы. Такой вот необычный гибрид разных жанров. А вот оставшиеся три игры четко вписываются в жанровые рамки. Chris Tales – это RPG про путешествия во времени, но есть нюанс. Прошлое, настоящее и будущее здесь отображаются на одном экране. Главная героиня по имени Крис научилась магии времени, чтобы спасти мир от ужасной судьбы. И эта магия используется в бою. Например, можно облить врага водой, а потом перекинуть его в будущее, чтобы броня заржавела. Несмотря на то, что Chris Tales делает небольшая студия, выглядит игра замечательно. Кроме того, в Steam уже выложена демо-версия и посмотреть на нее можно прямо сейчас. Квесты, платформеры и метроидвании – это одни из ключевых игровых жанров 90-х, которые вернулись благодаря инди-сцене. Не хватает разве что битэмапов, таких как Streets of Rage. Эта серия была одной из самых зрелищных на Sega Mega Drive, но с 1994 года не получала официального продолжения. То, что не смогла сделать Sega, планирует осилить компания DotEmo. Там разрабатывают Streets of Rage 4. Это будет классический битэмап со знакомыми героями и рисованной графикой. Надо просто продвигаться по этапу слева направо и раскидывать врагов руками, ногами или тем оружием, что выронят сами противники. Хочется надеяться, что в 2020-м это будет так же интересно, как и 26 лет назад. Ну и последняя игра в нашем списке уже завоевала немалую известность. Это Факторио – симулятор строительства и менеджмента огромной фабрики на необитаемой планете. Проект уже 4 с лишним года лежит в раннем доступе Steam, но финальная версия должна выйти в сентябре. Поясним для тех, кто не в курсе. Факторио – это довольно специфический строительный менеджер, в котором надо соорудить мегафабрику с кучей сложнейших и взаимосвязанных конвейеров. Остроты этому процессу придает то, что вы не просто расставляете элементы, как это обычно бывает в строительных симуляторах, а управляете героем, который лично ходит по карте и строит необходимые узлы. Естественно, это дико затягивает процесс, но очень многим доставляет огромное удовольствие. По крайней мере, на сегодняшний день у игры почти 75 тысяч отзывов в Steam и 98% из них положительные. На этом у нас все. Расскажите в комментариях, какие инди ждете вы сами. Ну а мы, возможно, соберем еще один топ, но уже по вашим пожеланиям. Спасибо вам за внимание и крепкого здоровья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!